Булавница или рогатики. Род базидиальных грибов с удлиненно-булововидными или у большинства коралловидно-разветвленными плодовыми телами. Булавница растет на почве в смешанных лесах. Из лесных видов рогатиковых грибов наиболее распространены желтый, аметистовый и язычковый. На ранних стадиях развития эти грибы съедобны. Их используют в вареном и сушеном виде. Священный ибис. Это птицы семейства ибисов отряда голенастых. Длина тела около 75 сантиметров, клюв длинный до 17 сантиметров, слегка изогнутый к низу. Голова и шея голые черного цвета. Оперение белое, лишь концы маховых перьев черные. Размах крыльев 1 метр 30 сантиметров. Священный ибис распространен в Африке к югу от Сахары, на Мадагаскаре, а также в южной части Аравийского полуострова. В России встречался на побережье Черного и Каспийского морей. Гнезда строят на деревьях, кустах и на земле, откладывая в них от двух до четырех беловатых яиц. Питается ибис насекомыми, моллюсками, червями, а также лягушками и мелкой рыбой. До XIX века эта птица обитала в Египте, где древние египтяне почитали священного ибиса. Отсюда и происходит название, так как его появление весной предвещало скорый подъем воды в Ниле, отчего зависело орошение полей, а следовательно и обильные урожаи. Священный ибис отождествляется с богом мудрости и знаний тотом, который изображался в виде человека с головой ибиса. Зимцов Михаил Григорьевич Это русский архитектор, талантливый зодчий, принявший деятельное участие в строительстве Петербурга и пригородных дворцовых комплексов. Родился в 1688-м, умер в 1743-м году. Михаил Григорьевич учился в Москве при оружейной палате. С 1710-го года работал в качестве ученика Доменика Андрея Трезини, первого архитектора Петербурга. А с 1723-го года самостоятельно трудился в Петербурге, строя по заказам царского двора. По проектам Зимцова осуществлены генеральный план и ряд построек летнего сада, в том числе зала для славных торжествований. Михаил Григорьевич участвовал также в строительстве Петергофа и Екатеринитальского дворца в Ревеле, Кадриорг. Среди крупных произведений Зимцова – «Аничков дворец», строительство которого было начато по его проекту. Церковь Симеона и Анны на Маховой в Петербурге. Церковь строилась в 1728-1733 годах с классическими деталями и профилями ордеров, а также с колокольней завершенной шпикой. В перечень работ архитектора входит церковь Рождества Богородицы, участие в строительстве здания кунсткамеры и некоторые другие. С 1737 года Зимцов был одним из руководителей комиссии о Санкт-Петербургском строении. Работал над составлением Первого русского архитектурно-строительного кодекса «Должность архитектурной экспедиции». А с 1741 года был придворным архитектором императрицы Елизаветы Петровны.